Скажите, почему приехали в ополчение? Когда и что побудило? Я до 33 лет жил в городе Стахан. Мне было здесь неплохо, довольно комфортно. Поехал в Москву, как все поехали, остался. Понравилось, женился. Увидел 20-го числа, как град стреляет по Славянску. 20 мая? Да, 20 мая. В интернете увидел просто... извиняюсь. Увидел, как стреляют. Я не мог понять, как это. По городу стреляют. Я знаю здесь местное население, сам местный. Не мог этого понять. Поехал, конечно, в ополчение. Знаком был с Павлом Леонидовичем Дремовым лично. Приехал. Меня взяли в ополчение, так как меня знают. Все. Мне выдали оружие. Оружие никогда в жизни не держал. Даже служил в стройбате. Перед присягой три раза с такой выстрелил. ССКС. Все. Больше никогда в жизни не держал оружие. Научился. Владею. Стреляю метко. Семья как отнеслась к этому вашему шагу? Жена ждет. Ждет? Ждет. Сын ждет. Звонит? Звонит. Мы созваниваемся. Очень переживает за меня, конечно. Но я себя берегу. Что хотите пожелать Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике и россиянам? Я желаю полной победы. Только полной победы. Никаких там половинчатых договоров. Не хочу больше крови просто. Просто жуть. Люди не знают, что это такое. Я видел. Я видел обколотых, уколотых, обкуренных. Неприятных. Какие обязанности выполняете в ополчении? Сейчас на блокпостах. Был в Изварина. Был в Дьякова. Видел, как все было. Видел, как нас боятся. Хотя их больше было. Намного больше. Более обученные ребята. Молодые. Но при личной встрече страх. Животный страх видел у людей. Я не знаю, можно назвать людьми. Хотя после подзатырника человеческое что-то просыпалось в них. Это было. Это видел. Я не искупался bizi, не elegивали свет в soir-даж. Есерин spre快-доволь. Продолжение следует...